Продолжение следует... Посмотрим, что у нас тут еще интересного есть по дороге из Джои в Медведь. Это у нас пассажирское автопредприятие, да, правильно? За заборчиком. Я его уже показывала в прошлый раз. Нет, это не пассажирское. А, как это называется? Раньше называлась автоколонна 1182. Автоколонна точно, точно, забыла. О, это же наши шефы были, я в 4-й школе училась. И у нас это были шефы автоколонна 1182 точно. И пассажирское у нас были, кстати, шефы тоже. Но там уже ничего нет. Там хоть бы в Медведе места-то были? Да. Мы тут приедем. Сегодня Пасху все отмечают. Так, а все по домам ведь отмечаются. Кажется, что мы такие, как мы, в ресторан никто не пойдет. Да, улица Ленина. Сегодня Пасха. Я, правда, как-то особо не, ну, как бы не понимаю этого праздника. Просто где-то, наверное, генетически заложено. Не более того. Так, Ленина 163. Вот команда интереснее играть, да, чем в одиночку все равно. Ну, конечно. Ленка, у тебя такие стекла чистые на машине. Ты что? Прям шикарно. Я вам сегодня, я расскажу сейчас вам хохму. Я сегодня в 5 утра пошла гулять с собакой. В 5? Вот не спится-то. В 5. А я спросоню-то, ключи хватаю и выбегаю. Я живу на первом этаже, я не закрываю квартиру, потому что он быстро в туалет утром ходит. Я ключи схватила, мы с Ерошкой выходим, дверь закрылась, домофон закрылся. Руку открываю. У меня ключи, ребята, они от квартиры отмечены. Опа, хороший вариант. Первый сосед, который вышел из подъезда, открыл нам дверь, был в 7.20. Хорошая у тебя была прогулка. Почему у меня стекла? Я драила всю машину. Почему стекла? Потому что у меня ключ от машины были, мы с ним, мы с собакой катались на машине по городу, без документов. Машину чистили, что так они делали. Ну, вообще да. Ну, вы молодцы, слушай, я это заценила. Все с пользой. Особенно заценила камера, потому что вообще даже не видно, что стекло. Я думаю, ну надо же, как еще светло в салоне, хорошо обычно. Даже знаешь, такая грязь ведь на улице. Молодец. У меня приятель, знакомый, но раньше-то не было же на подъездах этих, на подъездах не было домофонов. И он, понимая ситуацию с ключами, да, он запасные ключи оставлял в соседнем подъезде на магнитике, ключ один, на магнитике, на батарее. За батарею прятал, на магнитике твой ключ. То есть, никто не знал, что это ключ от его квартиры. Так и в соседнем подъезде тоже домофон. А вот сейчас домофон, и сейчас вопрос, куда тебе надо приклеить ключик? Машину, машину, Саша, положить второй ключ надо. Или в машину, да, ключик положить. Потому что я выбегаю с ключами от машины, причем это первый раз уже. Да, тогда в машине я где-нибудь ключик оставляю. Два с половиной часа. Или хотя бы брелок вот этот, да, брелок. Пусть валяется в машине брелок. Ну, от этого. Да, от входной двери. У нас вот дверь-то не захлапывается, так мы ничего не оставим. Все равно мы берем всю связку ключей. Не, ну вот форс-мажоры бывают всякие. Ну да. Это главное, ведь с ключами выхожу тут, а не с теми. У нас было в общежитии, мы когда жили, еще когда я маленькая была, у нас был замок захлапывающийся. Так в конце концов все равно потом его сломали и переставили на такой, который с ключом. Потому что его то один, то ветром захлопнет. Вообщаги же там все время дверь открывается, закрывается, то еще как-нибудь. Вот специально для тех, кто не готов. Да, нет, просто не знала Ирина Рудольфовна, что у нас решетка есть у интерната. Здесь у детского дома. Решетка где? Да, у детского дома решетка, огорожен он решеткой. Решетка или забор? Забор решеткой, который, да. Специально для нее. Она говорит, нету там ее. Я говорю, ты же мимо ездишь каждый день. Она говорит, поеду, посмотрю, но может быть забыла. Вот еще огорожена. Ну тут-то да. Просто там такая решетка высокая, она так близко к зданию. И мы где-то тут гуляли. И я говорю, даже если вдруг что, не дай бог, случится в здании, так ни один ребенок не выберется. Все прямо такая высокая она. Это перебор вот этот, с такими решетками, два шага до здания. Ну вот мы приехали уже в центр. На машине-то быстро, да? Вроде Джоя не так далеко. Да, и к Медведю. Вот если бы не было у нас купонов от Медведя, мы бы сюда не приехали. Да здравствует купон. Да здравствует купон. Здравствует мафия. Так, Медведушка наш. Уже скоро как дом родной будет. Так, сейчас посмотрим, есть ли тут места у нас. Открывайте мне, пожалуйста. Так, фейс-контроль. Разъем мы или нет? Привет. Привет. У вас снимать можно? У меня есть. Да. Что вы хотите, как-то я не буду. Хотим столик? У меня паспорт. Пожалуйста. Ой, привет. Какой-то такой не гадалец. Да? Привели вот. Ты когда к нам в мафию пойдешь играть? Мафия, пойдем что-нибудь съедим. А что они в мафии не играют, Мафия? А это меня сильно поздно. 12 часов я приехала, но мне нет. А потом я рано встаю. Сыр холодный. Ну, как и были обычные, только что они горячие. Ты горячие любишь, да? Ну, мне нравится. Я вот горячие не очень люблю, потому что там обычно соус все время кладут. А соус для меня он как бы жирноватый такой. Не знаю, я даже еще и попробую. Я буду баклажанное саке брать обязательно. Я бы вообще обычной было. А, я буду любимый салатик есть с ананасами, с курочками. Мне он нравится. А ты не хочешь горячего? Горячего? Да. А что горячий? Я бы супчик какой-нибудь горячий. О, я съел уха. Я люблю уху. Тут уха у них такая хорошая. А поешь, чтобы дома не ездить еще. А пловушки еще поедим. А что у бабушки куличи там, наверное, да? Ну, чай побьем. А ты в 5 утра встала, у тебя все сгорело уже. А что, пива нет, да? Да есть, не так. Какие-то подъезды. Какие-то подъезды. А, это где-то какого-нибудь разница? Ну, должна быть репка у них. Я вот овощей хочу. Вот овощей. Таких-нибудь запеченных. Я раньше все любила тут брать овощи-гриль. Ну, кстати, терятия, но с овощей не вижу, а свини не вижу почему-то. Синина подешевле. Наши идут красотки. Вы остальных-то по домам отправили. Мы потеряли их гостей. Подъеряли по дороге. А это еще на куличе. Ух ты, ничего себе. А это вы где взяли? Наталья. А тут я и у кого-то. Собственно. У меня вот тут место есть. Идите кто-нибудь ко мне. Нет, я никого не знаю. Под дороги. Наталья сказала, чтобы не портить себе настроение, я поеду домой. Не портить себе настроение. Нет, да, да, да. Показали хорошее настроение. Никто его не исполнил. О чем мы можем испортить настроение? Саша, принесли его любимый салат. Ананас. Да. Заходит натуральный ананас. А с конями-то пролетела. А с конями-то пролетела. А с конями-то пролетела. А с конями-то пролетела. Рысь-рысь. Вот видно, как они даже рысь. Знаешь, что нас сбило? Три. Три. Три лошади, да. Я начал тут про тройку. Я уже говорила про это. Головку, про всякие. Причем здесь три непонятно. Сейчас Маша у нас проводит мозговой штурм. А первые кто? Я папарацци. Да, вы от меня никуда не избавитесь. Маша, какой американцев-то танцы. Зато потом, знаете, будете бабками, кто мне спасибо скажет. Мы не будем бабками. Я сейчас думаю, можно ли как-то его обрабатывать. Во-первых, брать целиком, ну, это плагиат. Во-вторых, американцы это другой менталитет. И не все поймут, да, что это. Об этом. Ну, как бы, вполне возможно, что перевод немножко корявый. Твоя идея цвета. Или вырази себя в цветах. Или как-то, вот что-то надо такое. Потому что у нас же именно не просто цветочный магазин. У нас дизайн-студия. Мы как раз делаем на то, что у нас есть дизайнерский бодрель. Мы можем вообще любую идею получить. Это да. А можно делать? Не, кладите сюда. Может быть, какое-то, создать цветочное настроение. Вот смотрите, перевод американский хороший, американский перевод хороший. Скажи это цветами. Это цветочному бизнесу. Теперь мы говорим, что если они позиционируют себя как флористы, дизайнеры флористы, значит, убирайте крестного. Здесь пошли умные мысли. У меня сразу, у меня сразу возник вопрос, почему скажи этот цветами, но вы же предоставляете услуги не только, я филадельфу заказала, не только связанные с цветами. Мне принесли филадельфу. И я заказала сатэ. Спасибо большое, Ирина Рубах. Руки у вас красивые, да. Нет, конечно, мы говорим не только, мы делаем не только цветы. Сатэ из баклажанов. Сатэ из баклажанов. Я когда-то знаю, что я люблю в Викриде, так это чай с чебрецом. Вот такой очень вкусный чай. Чего? С чебрецом. Вкусный. Трав, чай такой очень вкусный, ничего. А я уже начала, я уже сказала. Сначала уже сказала. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.